Здравствуйте! Мы продолжаем с вами читать главы из книги «Ожившие цветы». Лен. Прежде чем попасть на веретено, Лен был красивым цветком. Говорит, что он жил на земле, приняв облик прекрасной предельщицы. Лен достоин того, чтобы его воспеть, милая барышня. Лен – это цветок-труженик, цветок, порождающий сладостные мечты и честные мысли. Вам известна история Маргариты, девушки, которой соблазнил дьявол. Когда она сидела за прялкой, враг людских душ не осмеливался приблизиться к ней. В тот день, когда мы пасем стада, Лен – наш верный друг, разгоняет скуку. Он весело вьется между пальцами и присоединяет свой нежный шепот к нашим песням. Любите Лен, милые барышни, любите Лен. Старые сказки кажутся нам более забавными, если их сопровождает скрип маленького колеса прялки. Приделён, мать качала меня в колыбели и учила петь первые песенки. Моя старенькая бабушка, беря в руки веретено, сразу же веселеет и порой напевает что-то, качая головой. С какой радостью ткач запускает челнок на своем станке. Он такой же белокурый, как и его льняная кудель. Ткач – это король всех рабочих. Он составит хорошую партию пряхи. Матушка, я хочу выйти замуж за ткача. Он возьмет Лен, самый белый и самый чистый Лен, и спридет для меня свадебную фату. Из него будет саван, в который меня завернут, когда я умру. Придите, Лен, милые барышни, придите, Лен. До свидания, до новых встреч.